Здравствуйте, это Инсталайф, я его ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем серию программ, посвященном Институтам Казанского Федерального Университета. И сегодня у нас в гостях представители Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Так что, дорогие друзья, подключаемся к нашему прямому эфиру. Абитуриенты также можете задавать свои вопросы в прямом эфире, который ведет в Инстаграме, Инстаграм-аккаунт Казанского Федерального Университета. Но я, с вашего позволения, представлю, кто у нас сегодня в гостях и будет отвечать на ваши вопросы. Директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, академик Академии наук Республики Татарстан, доктор философских наук, профессор Михаил Милич Щелкунов. Михаил Дорисович, день добрый. Спасибо, Рэма. Заместитель директора по образовательной деятельности, кандидат философских наук Екатерина Валерьевна Снарская. Екатерина Валерьевна. И декан Высшей школы журналистической и медиакоммуникации, кандидат социологических наук Леонид Григорьевич Толчинский. Леонид Григорьевич, вам тоже добрый день. Ну что ж, коллеги, предлагаю тогда начать. Еще раз напоминаю, дорогие абитуриенты, зрители этой трансляции, пишите свои вопросы в Инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. Первый вопрос, довольно-таки интересный. Изменится ли в новом учебном году стоимость обучения? Ну, Валерьевна, наверное, я отвечу. Вообще, конечно же, приказы о стоимости платных образовательных услуг на следующий учебный год, они утверждаются ежегодно приказом ректора, и происходит это в июне перед началом приемной кампании. Соответственно, по прогнозам, у нас в среднем увеличение ежегодно идет на 4% инфляции по сравнению с текущим годом. Но, в принципе, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в этом году у нас достаточно хорошая поддержка государства была во время приемной кампании, соответственно, вот в этом учебном году стоимость платных образовательных услуг не менялась вовсе. То есть, соответственно, точную стоимость вы сможете узнать в первых числах июня на сайте Казанского федерального университета. Спасибо. Какие проходные баллы были в этом году на специальность философия? На специальность философия в этом году, учитывая, что у нас 17 было бюджетных мест, минимальный проходной балл составлял 247 баллов за 3 вступительных испытания по результатам ЕГЭ. Но я прошу особое внимание обратить абитуриентов, что конкурсные ситуации, соответственно, конкурсные баллы проходные, они формируются в процессе конкурсного отбора. То есть, в зависимости от того, сколько будет заявлений подано на каждое конкретное направление подготовки в следующем году, в зависимости от тех баллов ЕГЭ, с которыми будут подавать документы абитуриенты, только после этого будет формироваться реальный проходной балл. То есть, ориентироваться вы, конечно же, можете на предыдущие годы, но быть уверенным в том, что, например, у вас 247 баллов, и вы точно пройдете на философию, конечно, на это ориентироваться не нужно. Нужно будет максимально оперативно мониторить свою конкурсную ситуацию во время приемной кампании. Продолжим по социально-философской теме. Когда проводятся олимпиады по павалитологии, спрашивают, и вообще можно ли участвовать в каких-либо олимпиадах, проводимых Казанским федеральным университетом, чтобы заработать дополнительные баллы для поступления? Да. В университете ведется достаточно большая работа по привлечению талантливых абитуриентов, которые, безусловно, участвуют не только в школьной деятельности, не только хорошо сдают ЕГЭ, но и участвуют в дополнительных олимпиадах. Что такое олимпиады, которые проводят КФУ самостоятельно? То, что касается нашего института, это профильная олимпиада по павалитологии, которая дает при условии того, что вы будете победителем этой олимпиады, 10 дополнительных баллов. Если вы будете призером этой олимпиады, они будут давать 5 дополнительных баллов к вашим индивидуальным достижениям. Помимо данной олимпиады, у нас еще в университете проводится олимпиада Лобачевского, где каждый институт представляет свое направление подготовки, которое тоже дает дополнительные баллы к вашим индивидуальным достижениям. Полный перечень олимпиад, конкурсов, которые проводятся и в университете, и на уровне Российской Федерации в целом, можно будет посмотреть в плане приема, в правилах приема, которые на данный момент размещены уже на сайте kpfu.ru в разделе абитуриенту. Полный перечень с подробным указанием того количества баллов, которые вы сможете дополнительно заработать. А вот по прошлому году как много таких олимпиадников было? Ежегодно их на самом деле бывает огромное количество, в зависимости от направления подготовки. Если мы говорим о бюджетной форме обучения, когда ребята поступают, то здесь в этом году у нас поступило 8 победителей межрегиональной предметной олимпиады и 3 победителя конкретно по политологии, которые, собственно, прошли благодаря этому на бюджет, благодаря тем самым индивидуальным достижениям. Отдельно следует отметить, наверное, будет очень актуально, особенно в следующем году, это конкурс Алтын-Калям, «Золотое перо», которое также прописано в правилах приема, и они дают дополнительные баллы по вступительным испытаниям для поступающих на направление подготовки журналистика. Обратите, пожалуйста, внимание на этот конкурс, потому что конкурсные места там очень активно занимаются, и вот подобные участия и победы в таких олимпиадах, они, конечно, очень важны. Продолжим. Прилетают нам вопросы. Следующий из них звучит следующим образом. Здравствуйте. В этом году есть ли бюджетные места на специальной социологии? Для поступления нужна базовая математика или профильная? Тоже вопрос ко мне. Ну, я сначала немножко скажу о ситуации на будущий год. Я так понимаю, не в этом, а в следующем году. Ну, хорошим таким знаком для всех наших будущих студентов или абитуриентов для начала является то, что почти в полтора раза, вот Виктория Валерьевна не даст мне соврать, увеличиваются бюджетные места практически на все направления подготовки, ну, где-то побольше, чем в полтора раза, где-то поменьше, но это дает прекрасные возможности для привлечения более широкого круга абитуриентов попытать свое счастье на это увеличенное количество мест. И я думаю, что это делает более привлекательными направления подготовки в нашем институте. Такая тенденция, тренд на расширение бюджетного приема, связанная с известным указом президента Российской Федерации и затем постановлением правительства о увеличении достаточно существенных бюджетных мест в первую очередь в региональных университетах, вузах России до 2024 года, ну, оно должно вырасти в разы. Поэтому выводы делайте сами. А теперь Эксина Валерьевна скажет про социологию. По поводу социологии. Во-первых, в следующем году у нас планируется 55 бюджетных мест на направление подготовки бакалавриата. Что касается вступительных испытаний. Во-первых, конечно, традиционно они будут приниматься в форме ЕГЭ для граждан Российской Федерации, но со следующего года у нас меняются правила приема при варьировании сдачи вступительных испытаний на том или ином направлении подготовки. В частности, обратите, пожалуйста, внимание на то, что в каждом направлении подготовки, за исключением творческих направленностей, у вас будет выбор, какой из ЕГЭ вы будете сдавать. Что у нас получается? Среди обязательных для всех направлений у нас будет русский язык в форме ЕГЭ. По социологии обязательным предметом будет общество знания также в форме ЕГЭ. А вот третий предмет, профильный, вы можете выбирать. Либо вы сдаете математику, либо вы, да, обязательно профильную, либо вы, соответственно, будете сдавать историю. То есть фактически у нас получается какая ситуация. Абитуриенты могут сдать большее количество ЕГЭ, и как только они получат результаты по этим экзаменам, они могут сами выбирать, за какой экзамен у них больше баллов, тот экзамен они будут подавать как вступительное испытание. Но, опять же, обратите внимание, если мы говорим о математике, это обязательно профиль, потому что базовая математика, она сдается в рамках школьной программы и оценивается по пятибальной системе. В вузы вы поступаете по стобальной системе. Тут вариантов, к сожалению, других нет. То есть я правильно понял то, что на социологию всего три результата ЕГЭ, математика, общество знания и один на выбор, ой, русский и общество знания. Общество знания обязательно. И третий экзамен на выбор. Либо математика, либо история. То есть четыре уже нельзя. Четыре уже нельзя. Хорошо. Ну что ж, едем дальше. Следующий вопрос. Также по социологии. Стали ли проходные баллы на социологию в этом году выше по сравнению с предыдущим годом? Да. Если мы говорим конкретно о социологии, в этом году минимальный проходной балл был выше, пусть несущественно, на два балла буквально, чем в прошлом году. Но обратите внимание, здесь опять же есть мониторинг Министерства просвещения по поводу статистики сдачи экзаменов в форме ЕГЭ ежегодных и уровней их сдачи. То есть в этом году в принципе ЕГЭ сдали лучше в целом, чем в прошлом году. И, соответственно, средние баллы ЕГЭ, которые получили наши выпускники школ, они в этом году оказались немножко выше. Что будет в следующем году? Здесь мы немножко, наверное, сложно прогнозировать. Во-первых, но учитывая, что количество бюджетных мест в целом увеличилось, соответственно, нижний порог проходящих на бюджетное место, он все-таки будет пониже, чем в 2020 году по приему. Это совершенно очевидно, потому что практически на социологию в два раза увеличилось количество бюджетных мест. Сколько баллов нужно набрать, чтобы поступить на бюджет на конфликтологию? За такое направление спрашивают. Так, ну что касается конфликтологии. Во-первых, конечно, это, наверное, абитуриенты, которые мониторят не первый год данное конкретное направление подготовки, они знают, что конфликтологии традиционно у нас был контрактный набор, там очень редко бывали бюджетные места. В следующем году у нас планируется на конфликтологию 10 бюджетных мест. Такого мы еще не знаем. Да, это как раз очень хорошая динамика. Соответственно, по статистике, поскольку ее просто нет, на бюджет у нас там не поступали люди, поскольку его не было, сказать, сколько будет проходной, это, конечно, сложно. Но ориентироваться на бюджетное место, если у вас меньше 250 баллов, это очень рискованно, конечно. То есть в среднем около 85-90 баллов по каждому из результатов ЕГЭ у вас все-таки должно быть. Безусловно, вы можете подавать заявление, вы можете мониторить свою конкурсную ситуацию, но быть уверенным в том, что вы, допустим, сдали каждый ЕГЭ по 50 баллов и прошли на бюджет, тут, конечно, не стоит. Бюджетные места, они всегда достаточно идут с большим конкурсным набором. Ну, по баллам у нас еще будет впереди вопрос. А в целом, по статистике, на какое направление больше всего, например, возьмем там за три года последних или за два, больше всего идет людей поступать? Мы говорим сейчас о бюджетном приеме или в целом? В целом давайте. В целом о приеме. Самые популярные направления подготовки у нас – это реклама связи с общественностью, телевидение, журналистика, социология, политология. Пожалуй, вот эту пятерку я выделю в числе самых-самых массовых. Это те направления, которые набирают самое большое количество, в том числе, контрактных студентов. Но здесь нужно ориентироваться не на популярность направления подготовки, потому что каждый абитуриент ищет все-таки свое. Кому-то важно популярное направление подготовки, кому-то важно творческое направление подготовки, кому-то интересно напротив. Чем меньше студентов, тем комфортнее этому абитуриенту будет учиться. И в этом случае, конечно, вам нужно обирать не поточные направления, а такие, которые обучают штучных выпускников, и которых не очень много на рынке. То есть здесь просто нужно ориентироваться на ту направленность, которая вам будет интересна самому лично. Потому что вы можете пойти, например, условно говоря, на теологию, будучи очень нацеленным на получение определенного результата, и вам будет комфортно обучаться именно на этом направлении, и вам будет уже неважно, массовое это направление, популярное это направление или не очень популярное. Вам нужно, чтобы вам было удобно, комфортно и интересно учиться. Да? Тут, наверное, как так. Что-то отличалось с запросом личности, а не конъюнктуре, цене, массовости, проходной ситуации и так далее. Вот следующий вопрос, он собединяет два последних ответа, касаемо популярного направления и баллов. Пишут, на рекламу и связи с общественностью сдавать английский и русский общество можно поступить с 60 баллами по каждому предмету в сумме 180. Значит, смотрите, в плане приема вы увидите минимальные проходные баллы по результатам ЕГЭ за каждый вступительный экзамен. Теперь, что дальше вы видите? Вы видите свои результаты ЕГЭ и видите, что они, пусть даже чуть-чуть, но больше той самой минималки, которая опубликована в плане приема. В этом случае вы можете заключать договор и поступать на контрактную форму обучения. Да, но гарантировать, что вы пройдете на бюджет с минимальными пороговыми баллами, это совершенно бессмысленно, потому что, если мы говорим конкретно о рекламе связи с общественностью, очень мало бюджетных мест, 6, насколько я помню, выделено на следующий учебный год, обычно набирают потоки от 120 до 150 человек, то есть, соответственно, при минимальных пороговых баллах за результаты ЕГЭ на бюджет вы не попадете совершенно точно. Но там будет настоящая борьба за бюджетным. Конечно. Едем дальше. Здравствуйте. На журналистику в 2021 году будут ли бюджетные места? Да. Об этом вопросом многих беспокоит из года в год. Он из года в год беспокоит, потому что конкретно эти направления, они очень мало, как правило, финансируются из федерального бюджета. В следующем учебном году на очную форму обучения на журналистике выделено 7 бюджетных мест, но обратите внимание на конкурсные группы. Татарская, так, новые национальные медиа, называется «Профиль», там 7 бюджетных мест, а на мультимедийную журналистику очная форма обучения она по-прежнему только на условиях контрактной формы обучения. Но обратите также внимание, что бакалавриат журналистика, он также реализуется на заочной форме обучения. И в следующем году там будет очень много бюджета. 25 мест на журналистике, 23, соответственно, места бюджетных на телевидении. Вот так. Илья Георгиевич, может, что-нибудь добавите по журналистике? Абсолютно согласен с обозначенными цифрами. Тогда на следующий вопрос на иновые ответы передадите еще при этом. Баканову спрашивают, есть ли при университете школа юного журналиста? Есть. Она традиционно начинает свою работу в ноябре, в этом году она тоже. Несмотря на существующие ограничения, все-таки в более усеченном формате, имеется в виду по количеству людей в сформированной группе, начала свою работу. Но, учитывая, что это было в ноябре, совсем недавно, в общем, еще можно присоединиться к работе школы молодого журналиста. Хорошо. Я, наверное, еще добавлю по этому поводу. Традиционно у нас непосредственно уже в период начала приемной кампании, перед тем, как начинаются внутренние вступительные испытания, как раз Роман Петрович Баканов проводит курсы по подготовке к внутреннему вступительному испытанию. Они концентрированы, трехдневные обычно. Но готовит он их непосредственно именно по программе вступительного испытания, для того, чтобы пробировали абитуриенты требования, которые, собственно, к ним будут предъявляться во время проведения вступительных. То есть такая возможность тоже есть. Ей очень часто пользуются все-таки в большей степени именно иногородние студенты, которые не имеют возможности присутствовать в течение года здесь, в Казани. И, соответственно, они приезжают уже в Казани на несколько дней пораньше вступительных и, собственно, успешно их проходят. Хороший репетиций, проверить свои силы перед испытанием творческим. Едем дальше. Следующий вопрос. Здравствуйте. Можно ли перевести с бюджета на бюджет с одной специальности на другую? И с ФН, и МК? Куда и кому можно подойти? Это, видимо, уже те, кто учится, спрашивают. Теоретически, конечно, возможность перевода с бюджета на бюджет, со специальности на специальность. Из вуза в вуз она имеется у каждого человека. Но имейте, пожалуйста, в виду несколько факторов. Во-первых, если вы обучаетесь уже здесь на бюджетной форме обучения, у вас для возможности перевода не должно быть академической задолженности. Это первое условие. Второе условие. Для того, чтобы вы могли куда-то перевестись, на том направлении, куда вы собираетесь переводиться, должно быть вакантное бюджетное место, на которое не претендуют уже обучающиеся контрактники на данном направлении подготовки. То есть если у вас вот эти два фактора складываются, конечно, вы можете перевестись. Для этого вам нужно обратиться в деканат того направления, где вы обучаетесь сейчас, и процедуру перевода вам, собственно, там подскажет. Хорошо, спасибо за ответ. Можно ли узнать минимальные баллы по русскому, литературе и обществознанию? Издача каких предметов требуется для поступления на факультет журналистики? Вон направление журналистики получается. Так, журналистика еще раз. У нас два ЕГЭ, это русский язык и литература, и одно творческое внутреннее вступительное испытание. Минимальные баллы для участия в конкурсе по русскому языку у нас составляют 40 баллов, а по литературе также 40 баллов. Повторюсь, это минимальное количество баллов, которые утверждено Министерством науки и высшего образования для вашей потенциальной возможности участия в конкурсе. Это не гарантия поступления, это только ваша конкурсная ситуация. Я бы сказал, что это только лишь допуск. Не надо строить иллюзии, что с 40 баллами по русскому или другим предметом можно попасть в высшую школу журналистики. Лучше таких иллюзий не сеять и себя ими не утешать, уважаемые друзья. Теперь спрашивают по поводу оффлайна. Будут ли у вас проходить дни открытых дверей в этом формате, в оффлайне, чтобы лично с вами встретиться, познакомиться сразу же, заранее перед поступлением? Да, конечно. У нас уже сформирован план работы наш в течение этого учебного года с абитуриентами в плане как раз какого-либо формата встречи. Безусловно, мы запланировали один раз в феврале месяце. Я сейчас, к сожалению, дату не вспомню, но вы можете ее посмотреть. Опять же, в разделе абитуриенту на сайте kfu.ru они уже опубликованы, все графики. Но я хочу просто уточнить, что мы все-таки ориентируемся на ситуацию эпидемиологическую. То есть, если будет такая возможность, безусловно, мы встретимся оффлайн. Если же такой возможности не будет, то, соответственно, все наши мероприятия касаемо подготовки к будущей приемной кампании мы будем проводить в таком же онлайн-режиме. Я добавлю к словам Никасина Валерьевна, в связи с использованием цифровых технологий, дистантного режима, онлайн-форм. Вы все сами, как молодые люди, знаете, что, можно сказать, нет хода без добра. И эпидемия, это нашествие, это чума, она заставила вузы начать использовать цифровые технологии, технологии дистанционного образования так быстро, что без эпидемии на это бы были потрачены годы, если не десятилетия. И мы тихонечко, не идеально, конечно, но все уже привыкаем к тому, что онлайн-сектор образования, независимо от того, когда закончится эпидемия, он все равно будет существовать. Вы все молодые люди, как принято говорить, цифровые аборигены, и не мне молодым людям напоминать, что цифровой мир – это реальность, которую надо умело применять в своих интересах. Поэтому при всем том, что мы сами скучаем без оффлайновых встреч, сами всегда хотим посмотреть вам в глаза face-to-face, eye-to-eye, но, тем не менее, не надо считать что-то сверхъестественным или подсудным, нехорошим, что многие публичные мероприятия, в том числе и Дни открытых дверей, мы будем проводить в онлайн. Но еще раз говорю, это становится стороной нашей жизни, стороной образования, и к этому надо привыкать, тем более у молодежи к этому явная такая хорошая предрасположенность. По поводу дистанта есть еще один интересный вопрос. Расскажите, пожалуйста, порядок поступлений иностранных студентов, которые вот сейчас у нас есть такие товарищи, но пока что учатся на дистанте в своих странах. Да, ну вообще, конечно, я, наверное, скажу, это отдельная совершенно история, потому что в приемной кампании 2020, которая у нас завершилась совсем недавно, она проходила впервые в стопроцентном дистанционном формате. То есть, в принципе, конечно, университет уже отработал и опробировал процедуру приема иностранных граждан именно абсолютно на удаленном режиме. Как будет проходить прием в следующем учебном году? Это касается, кстати, не только иностранцев, но и граждан Российской Федерации, которые не смогут по разным обстоятельствам, по разным причинам приехать сюда. В следующем году приемная кампания будет проходить в гибридном формате. То есть, ребята, которые смогут лично подать документы, они смогут присутствовать здесь, они будут подавать документы в оригинале, они будут сдавать вступительные испытания, если они творческие, допустим, или, мы говорим об иностранных граждан, внутри университета они будут сдавать их офлайн. Если же абитуриент не может и не имеет возможности присутствовать в личном университете, он может сдавать дистанционно вступительные экзамены, дистанционно подавать заявление о приеме, дистанционно заключать договор, и, соответственно, процесс зачисления проходит без его личного участия здесь и сейчас в режиме офлайн. Что нужно сделать? 20 июня стартует приемная кампания 2021. С 20 июня будет на сайте kapfu.ru в разделе абитуриенты активен личный кабинет. Что нужно делать абсолютно всем, без исключения абитуриентам? Регистрироваться в этом личном кабинете и в режиме онлайн подавать заявление на направление подготовки, куда вы планируете поступать. Далее очень подробная инструкция, она также есть в разделе абитуриенту, обязательно с ней ознакомьтесь. Также в электронном виде вы в личный кабинет будете загружать все свои документы, подтверждающие личность, и уже на основании этих документов мы будем проводить процедуру зачисления и, соответственно, конкурсного отбора. Любые вопросы, которые будут у вас возникать, они наверняка будут возникать в процессе приемной кампании. С 20 июня у нас будет работать горячая линия института. Сейчас у нас, к сожалению, на сайте еще института не опубликован этот номер, потому что он сейчас, горячая линия, еще не работает. Но с 20 июня заходите на сайт isfning.ru, в раздел, опять же, абитуриенту, звоните по любым вопросам и пишите по указанному номеру телефона. Соответственно, тьютеры, которые будут курировать ваше направление подготовки, они будут ориентировать вас и помогать с технической точки зрения, в том числе для того, чтобы вы максимально безболезненно прошли эту процедуру зачисления. К этому опять тоже добавлю, инвалидно все очень четко объяснило, что никакой дискриминации между теми, кто подает документы онлайн или оффлайн. Тот, кто сдает испытания оффлайн или онлайн, нет. Потому что иногда абитуриенты пишут, выражают беспокойство, что, дескать, тот, кто в оффлайн, как бы получает преференции. Преференция у всех только одна. Результаты испытаний или балл ЕГЭ, который позволяет вам выдержать конкурсную гонку. А вот этот гибридный систем, получается, можно пользоваться также и гражданам России, например, из дальних регионов. То есть, если ему очень далеко ехать, там, в Владивосток, например, хочет сюда поступить, он, в принципе, может дистанционно это все сделать, да? Да. Естественно. Да. Хорошо. Ну, у меня здесь вопросики уже закончились. Может, есть что добавить перед приемной кампанией, которая уже совсем скоро, ну, 6 месяцев подождать. Совсем малость. Надеюсь, что-то сказать, дополнить, что-нибудь пожелать абитуриентам. Ну, я по праву руководителя, как бы, подводя черту под поступившими вопросами, хочу, во-первых, поблагодарить всех, кто уже сейчас, в декабре, проявляет интерес к инижским событиям. И напомнить, что Институт социально-философских наук и массовой коммуникации – это крупнейший гуманитарный институт в структуре Казанского федерального университета, что этот институт, где реализуется 10 направлений подготовки полного цикла, бакалавриат, магистратура, аспирантура. Эти направления все вы прекрасно, надеюсь, знаете, если связываете свою дальнейшую судьбу с учебой в институте. Ну, и назвать главные, скажем, как мы говорим, три фишки нашего института. Это, в первую очередь, как правило, Екатерина Валерьевна здесь говорила, штучный подход к каждому, индивидуальный подход из обучающихся, поскольку группы у нас относительно малочисленные, в сравнении там с юристами, с экономистами, психологами, педагогами в других институтах. Второе. Мы никогда не изменяем идеи формирования свободного, критического, всестороннего, автономного, самостоятельного мышления, на каком бы направлении подготовки вы ни учились. Это крайне важно, чтобы из стен института выходил человек самостоятельно мыслящий, неважно, это будет журналист, рекламщик, философ, теолог или кто-либо другой. Ну и третье, о чем мы всегда говорим с гордостью, и на это есть основания, наш институт без преувеличения самой активной с точки зрения студента, общественника, институт в федеральном университете. Нет ни одного сколько-нибудь заметного университетского общественного события, республиканского, окружного, всероссийского и международного, в котором бы самое активное участие не принимали наши студенты, наши активисты, которые не раз в течение последних пяти лет занимали самые высокие позиции в республиканских, окружных и федеральных конкурсах на лучшего студента, лучший студенческий профсоюз, лучшую студенческую организацию и так далее и тому подобное. Поэтому те, кто испытывает действительно желание уже с первых дней обучения включиться в активную, интереснейшую, общественно полезную студенческую жизнь, а поверьте, всем хватит на этот счет работы, для них наш институт тоже будет хорошим выбором. — Коллеги, есть что добавить? — Присоединяемся в СССР. Абсолютно верно. — Хорошо. Ну что ж, я думаю, на этом тогда можно завершать сегодняшний инсталайф. Всем большое спасибо за внимание, кто присоединялся к нашей прямой трансляции. Напоминаю, это был инсталайф, Институт социальных философских нук и массовых коммуникаций. Следите за прямыми эфирами Казанского федерального университета, телеканала «Универ ТВ». Впереди вас ждет еще много интересных бесед с представителями других институтов Казанского федерального. Еще увидимся. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok